Российские аграрии должны иметь возможность продавать свою продукцию на всех крупных рынках страны. Об этом Дмитрий Медведев сегодня заявил в Воронеже, где обсуждалась ситуация с ценами на продукты и положение дел в аграрной отрасли после аномальной засухи этого лета. Олег Шишкин расскажет подробнее. Это сейчас после дождя по воронежским полям можно пройти лишь в резинных сапогах. А за все лето здесь не выпало ни капли осадков. Из-за засухи воронежские фермеры потеряли большую часть урожая. С этого поля, например, планировалось собрать 35 тонн картофеля с гектара. Урожай оказался в 4 раза меньше. Фермерское хозяйство, где встречались сегодня Дмитрия Медведева, уже получило более 2 миллионов рублей государственной помощи. Чтобы наглядно продемонстрировать последствия засухи, глава хозяйства предложил сравнить урожай овощей и картофеля, выращенный на орошаемых землях и на полях без искусственного полива. В прошлом году мы получили в среднем по кругу 30 тонн. 30 тонн, да? Да, пожалуйста. Без полива 8, на поливе 30. Почти в 4 раза урожай. Из 4,5 тысяч гектаров земельных угодзий в этом хозяйстве искусственное орошение используется лишь на 300. Президент лично выкопал несколько кустов картофеля. Видите, все, что я возьму, это семена. Лучше семенной картофель. Поле удобренное. Здесь лежит 8 центеров удобрения, 5 диамофозки, 3 селитры поэтапно. В прошлом году мы сюда его сделали полную миллиарацию, по 15 тонн здесь и положили. Более того, я сюда положил пиокомпоста, где-то по 10 тонн. Но ничего. Но, к сожалению, только семена. Бюджет нам сегодня помогает до 30%. Хотя, допустим, в 9-м, в 8-м году это было до 70%. Мы понимаем, что есть другие приоритеты. Есть зерно, это стратегически важно, животноводство. Но, тем не менее, картофель, яблоко, это очень важно. Это не менее стратегически. А мы с вами покупаем больше 50% яблок, которые бежом. Яблоки невкусные, которые оттуда привозят. Я вообще их есть. Противные. Абсолютно бесконечно. Нельзя же, говорят, где родился, там пригодился. На мукомольном комбинате, крупнейшем в регионе, президенту показали весь цикл производства муки. На элеваторе предприятия сейчас находится 18 тысяч тонн пшеницы. Этого хватит на несколько месяцев бесперебойной работы. А на Воронежском хлебозаводе хлеб выпекают по старинной технологии. Там вместо дрожжей используется молочно-кислая закваска. Дмитрий Медведев прошел по печному цеху. Один из агрегатов привлек внимание главы государства. О, красота какая. Вот что, смотри. Вот он снимает. Как изделие называется? Вот он сейчас, вот этот. Батон. Батон. Батон нарезной. Несмотря на то, что стоимость зерна в последнее время выросла, отпускные цены на хлеб здесь не поднимали. Продукция хлебозавода поставляется в более чем тысячу торговых точек. Президент заехал в один из обычных магазинов Воронежа. А батон сколько стоит? Батон у нас нарезной 14. 14? 14? Примерно. Еще по слову, да. Завод тоже номер один. Завод рядом? Да. Вот этот 14, да? 14. Я только что был на заводе, как раз у вас. Я просто хочу сопоставить цены. Вот мы здесь. Этот 14, а этот... Это один с 50. А, вот один с 50. Чай. Потом еще ехал. Ну да, бьется. Ну бьется. Бьется, бьется. Разговор президента с горожанами также касался цен на продукты. Сейчас гречка начнет поступать. Там из тех районов, где она просто зрела, потому что я думаю, нормально все было. Но хлеб, яйца, молоко, в принципе, цены, ну те, что были, скажем так. Во время поездки по городу Дмитрий Медведев сам находился за рулем автомобиля. Президент хорошо знает Воронеж. В юности он часто отдыхал здесь в семье родственников. Я там на домостроителе жил. Знаете, такая улица есть? Да, конечно. Ну вот там, да, там, как раз. Почти земля. Ну, так и есть, на самом деле. Ситуация на рынке продовольствия – главная тема совещания в Воронеже. Среди участников – руководители крупнейших сельских хозяйств из Курской, Тамбовской, Липецкой, Воронежской областей. Накупленных резервов пшеницы достаточно, чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка, отметил глава государства. А скачки цен на некоторые товары в ряде регионов носят во многом спекулятивный характер. Посмотрел, как там стоят дела с ценами. Ну, в целом, ситуация под контролем. По основным группам товаров, цены практически находятся на прежнем уровне. Это важно, потому что обычно больше всего людей это заботит. Но это прежде всего пресловутая гречка. Здесь, в общем, ситуация понятна. Я надеюсь, что министерство ее до конца отследит. Засушливое лето 2010 года выявило острую необходимость развития мелиорации в нашей стране. В одних регионах эта работа уже ведется, в других придется начинать с нуля. Мне вот рассказывали, не здесь, правда, в Саратове, труба там такая здоровая проходила, по которой вода шла. Ну и чего? Ее, естественно, выкопали и по кускам продают. Вот. Владелец участка, значит, собственник, он считает, что это труба его. В эту трубу, на самом деле, когда-то закапывали народные деньги. И сейчас эту трубу на части режут и продают. Вот за это нужно руки отрубать. Это преступление. В беседе с главой государства фермеры говорили о проблемах доступности банковских кредитов и о том, что региональным сельхозпроизводителям трудно пробиться на столичные продовольственные рынки. Президенту пожаловались и на недобросовестное поведение ряда страховых компаний. Чтобы вот страховые взносы заплатить страховым компаниям, они сегодня все частные, у них задача одна, как больше собрать страховых взносов и поменьше заплатить. Это системная проблема. Нормального страхования никакого в сельском хозяйстве нет. Это все псевдо-страхование. Значит, более того, это, давайте прямо посмотрим правде в глаза, это еще и отмывка денег с двух сторон. Не только со стороны страховщиков. Значит, с двух сторон. Страховщики вообще мне сказали, уберите из бюджета деньги на страхование. Это все вранье. Поэтому нужно действительно простимулировать страховщиков, чтобы они по-настоящему страховали аграрный сектор. Аграрный сектор – это высокорисковый сектор, так во всем мире. Вы сказали, что они хотят побольше премий собрать и поменьше заплатить. Но я вам честно скажу, это цель любого страховщика в любой стране. Побольше премий за грабастность, значит, и поменьше денег заплатить. Но нужно двигаться по цивилизованным каким-то правилам. А если у нас 20% посевов застраховано, да еще криво, косо, и в результате там из этих 20% возмещение страховое получится там 3%. Это, конечно, не страхование. Поэтому я все поручения раздал. Нам нужно менять систему страхования аграрного дела. На совещании коснулись и темы лесных пожаров, которые стали настоящим бедствием для Воронежской области. Обязательное страхование жилья, по мнению президента, могло бы стать серьезным подспорьем в этом случае. Но из всех сгоревших этим летом домов лишь 15% были застрахованы. Может быть, нам придется вернуться к системе обязательного страхования домов от пожара. Потому что дальше за счет государства такого рода траты финансировать неправильно. Во всем мире это делается за счет страховых источников. А когда государство там определяет по ветру, значит, сколько платить страхового возмещения, это понятно, какие настроения создают. В заключении президент пообещал, что продолжит поездки по регионам, пострадавшим от засухи. После совещания Дмитрий Медведев посетил Воронежский авиационный завод. Здесь президенту показали, как собирается самолет Ан-148. Это совместный российско-украинский проект. Один из таких самолетов уже в ближайшее время будет выполнять регулярные рейсы между Воронежем и Москвой. Олег Шишкин, Мария Торлопова, Вячеслав Архипов, Марина Елисеева. Первый канал. Воронежская область.